Друзья, в этом видео мы приготовим с вами натуральный домашний лимонад без сифона, с использованием всего лишь четырех ингредиентов. Лимон, апельсин, газированная вода и сахар. Это будет не просто вкусный и ароматный напиток, но еще и очень полезный. На полтора литра лимонада нам необходим крупный лимон 150-300 грамм, крупный апельсин 250-400 грамм, бутылка газированной воды и сахар от 150 до 180 грамм. Сахар берите в зависимости от того, менее сладкий или более сладкий напиток вы хотите приготовить. У меня получился лимон 240 грамм, апельсин 385 грамм. Я возьму для приготовления лимонада 165 грамм сахара. Это соответствует содержанию сахара в лимонаде 11 граммам на 100 миллилитров жидкости. Газированную воду я использую самую недорогую с минимальной минерализацией. Стоимость полуторалитровой бутылки составила всего лишь 23 рубля. В эту стоимость уже входит пластиковая бутылка, крышка и очищенная газированная вода. Перед самым началом приготовления нам необходимо нашу воду охладить. Для этого мы помещаем ее в морозилку на 30 минут. Это необходимо сделать для того, чтобы наш лимонад потерял минимум газации в процессе его приготовления. Здесь главное не заморозить нашу воду, поскольку если вы ее заморозите, то потеряете больше газации. Первым делом необходимо хорошо помыть наши фрукты, поскольку для приготовления нашего лимонада мы будем использовать цедру, апельсина и лимона. Благодаря содержанию эфирных масел в цедре наш лимонад получится ароматным с глубоким и насыщенным вкусом. Кроме того, лимонная цедра содержит в 7 раз больше полезных веществ и витаминов, чем сам сок. В цедре лимона и апельсина находится огромное количество целебных веществ, особенно важных для человеческого организма. Сюда входят кальций, калий, натрий, селен, цинк, фосфор, железо, магний, медь, витамины С, А, В, Е, П, П, альфа и бета-каротин, лютеин, флавоноиды. Кожура цитрусовых – это природный антибиотик, незаменимый для профилактики и лечения простуды. Кроме этого, цедра повышает эластичность сосудов и улучшает кровоток, выводит вредные отложения из организма и чистит печень, предотвращает возникновение тромбоза и варикоза, стимулирует функционирование иммунной системы, положительно влияет на нервную систему. Это отличный способ профилактики онкологии. А входящий в состав апельсиновой цедры антиоксиданты тормозят процесс старения и благоприятно влияют на состояние кожи. Цедру с апельсина и лимона я буду снимать при помощи небольшой терки. Вы можете использовать и обычную большую терку. После того, как мы сняли цедру, нам необходимо выжать сок из апельсина и лимона. Это можно сделать тремя способами. При помощи соковыжималки или вы можете очистить фрукты от кожуры, взбить их в блендере и отжать сок через сито. Если у вас нет соковыжималки или блендера, то выжимаем сок третьим способом. Для этого нам необходимо сначала руками хорошенечко размять апельсин и лимон, чтобы они стали мягкие. Разрезаем лимон пополам и при помощи вилки отжимаем сок. Так же поступаем с нашим апельсином. Выжимаем сок из мякоти через сито обычной ложкой. Процеживаем сок через сито, добавляем в него цедру и сахар. Теперь нам необходимо растворить сахар, чтобы получился однородный сироп. Приготовить сироп можно либо в микроволновой печке, нагревая наш раствор в течение 2-3 минут до полного растворения сахара, либо на плите. Процеживаем наш сироп и даем ему немного остыть. Далее все необходимо делать быстро. Из нашей бутылки мы выливаем на 1 треть больше воды, чем у нас получилось сиропа. Далее заливаем наш сироп в бутылку и доливаем обратно газированную воду до полноты. И закручиваем крышку. Дальше все ингредиенты хорошо перемешиваем. И в принципе наш лимонад уже готов. Если у вас есть возможность, чтобы лимонад настоялся, то это будет еще лучше. Так наши все ингредиенты в лимонаде подружатся, и лимонад будет еще вкуснее. Вот такой красивый, ароматный, с глубоким и насыщенным вкусом лимонад у нас получился. Он не только вкусный, но еще и полезный. Продолжение следует...